Добро пожаловать в Украинский медиа сентер, мистер Мустафат Джемилев, мемор парламенту Украины и дистанционный лидер Крымского плата. Менее чем через две недели, точнее 18 мая, состоится очень знаковая для крымско-катарского народа дата, годовщина депортации крымско-катарского народа, депортации геноцида. Это круглая дата, 70-е годовщина. И в этой связи у меня, у нас есть некоторые опасения. С 16 мая, кажется, театр и оперы будет на государственном уровне реквием. Я думаю, там все зайдет благополучно. А что будет происходить в Крыму, это у нас вызывает очень большие опасения. Возможно, несколько сценариев. Один сценарий – это власти захотят провести этот день по-своему. Это значит, что на трибуне будут присутствовать представители оккупационных властей. Будут зачитывать, возможно, речь Путина о том, как он заботится о крымских татарах и как им будет хорошо при российской власти. В этом случае не исключаются эксцессы, когда трибуну будут забрасывать яйцами или чем-нибудь, что попадет под руку. И, соответственно, вмешательство силовых структур. Возможно, найдутся провокаторы, которые вольются в демонстрации, где там соберется 30-40 тысяч человек с российскими флагами. Тогда тоже не исключаются эксцессы с вмешательством силовых структур. Третий вариант. Крымские татары выйдут наряду с национальными флагами, также с украинскими флагами. А российские власти, как вы знаете, на этот флаг бросаются как быки на красную тряпку. Здесь тоже не исключается силовой вариант. Одним словом, при любом развитии событий не исключаются какие-то эксцессы. Поэтому внимание, конечно, к этим событиям будет очень острое. Ситуация осложняется еще тем, что в этот раз, видимо, представители крымско-татарской диаспоры, в первую очередь из Румынии, Турции, Соединенных Штатов, стран Европы, видимо, не будет, потому что авиасообщения между Крымом и другими странами не существует сейчас. Есть определенная надежда, что значительное число российских диссидентов прибудут, но уже есть сигналы о том, что им будет запрещен въезд в Крым. Вот такое вот нехорошее предчувствие. Вчера уже руководители Меджлиса официально уведомляли о том, что против них возбуждаются уголовные дела за массовые беспорядки, незаконный переход границы российской. Имеется в виду событие 3 мая, когда около 2,5 тысяч крымских татар прервали границу для того, чтобы встретить бывшего председателя Меджлиса Мустафу Джумилева на границе. Тогда их не пускали, и тогда крымские татары вынуждены были явочным порядком прорвать этот кордон и перейти на нейтральную зону. Там оставались мы где-то 5-6 часов, поскольку не пропускали. Тогда в Крыму начались на нескольких трассах, в 7-8 местах, перекрытие дорог. Это тоже сейчас квалифицируется властями, как массовые беспорядки, нарушения транспорта, соответствующие с какими-то статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. Уже начались массовые визиты прокурору силовых структур ко всем крымским татарам, а их, как я уже сказал, более двух тысяч, с проверками их документов, с повестками, с обвинением в том, что они незаконно переходили границу. Все... А прибыло тогда 3 мая где-то около 800 автомобилей на границу. Все они записаны в силовых структурах. К бизнесменам начинают проверки для того, чтобы полностью перекрыть их бизнес, или же пытаются склонить их к сотрудничеству с российскими властями. Прокурор Полонская автономной республики Крым вчера заявил о том, что если так будет продолжаться, то по всей территории России, Российской Федерации, стало быть, по всему Крыму, будет запрещена деятельность Меджлиса Крымско-Татарского народа. То есть не только центрального Меджлиса в Симферополе, который у них как бельмо на глазу, потому что это единственное здание на территории всего Крыма, где наряду с крымско-татарским флагом висит и украинский флаг. А также закрытие более 200, точнее 230 отделений Меджлиса Крымско-Татарского народа по всему Крыму. А это тоже, разумеется, будет связано возможными массовыми акциями крымских татар, столкновениями. Хотя, конечно, мы будем делать все возможное, чтобы акции протеста крымских татар носили ненасильственный, сугубо демократический характер. Но если будет применяться грубая сила со стороны властей оккупационных, то ответная реакция может быть различной. И здесь удержать своих соотечественников гарантия на 100% Меджлис Крымско-Татарского народа вряд ли сможет. Уже 3 мая, когда не пропускали обратно, вернее, заявили о том, что обратно не будут пускать тех 2,5 тысячи крымских татар, сразу же там начались приготовления к прорыву штурмом обратно. А это обязательно привело бы к каким-то кровопролитным столкновениям. В этой ситуации я, как вы, наверное, знаете из средств информации, заявил, что я обратно уезжаю в Киев, но при условии, что до последнего крымский татарин, который перешел границу, будет возвращен обратно. И действительно так оно получилось. Я стоял в границе, пока все крымские татари не прошли, а потом развернулся и приехал сюда. Вот, вкратце, вот такая ситуация. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Я, очевидно, после реквияма 16 мая, все-таки, как вот и 3 мая, подъеду границы. Как будут развиваться там события, посмотрим. Конечно, на месте властей было бы самое разумное пропустить. Но они, видимо, у них другие сценарии. Хотя мне уведомили, в том числе там из Европарламента звонили, из России один депутат звонил, сказал, что они будут предпринимать меры для того, чтобы решить этот вопрос мирно. Прошу. Я сейчас запитание прошу. Наталья Панченко, Депо. Скажите, пожалуйста, Мустафа Ага. Вы говорили, что премьер Турции намерен как-то вмешаться в ситуации, возможно, переговорить с Путиным по поводу вас. Состоялся ли этот разговор? Как раз 3 мая, когда было противостояние, мне звонил турецкий посол, сказал, что и премьер-министр Реджеп Таип Эрдоган, и президент Турции Абдулла Гюль внимательно следят за развитием событий и очень опасаются, что могут быть там кровопролития. Опасались, в том числе, конечно, и за крымских татар, но еще говорили о том, что Турецкая Республика не хотела бы в этой сложной ситуации, чтобы в Украине была еще одна горячая точка. И поэтому они просили все-таки смягчить ситуацию, а это значит, чтобы я отъехал от границы и обещали, что будут предпринимать все дипломатические меры для того, чтобы обеспечить свободный проезд любого крымского татарина на свою землю мирными путями, дипломатическими путями. Можно спросить, скажите, с какими гаслами и с какими вымогами крымские татары мают номер 18 числа выйти? Ну, у нас, как правило, подготавливаются Организационным комитетом Межрисы Крымскитарского народа определенные лозунги о том, что это 70-е годовщина, о своих правах, чего мы добиваемся. В этот раз, конечно, лозунги, наверное, будут несколько иные. Они будут обращены не к украинским властям. Официально Межрис, возможно, не будет, скажем, выдвигать каких-то там резких лозунгов, которые могли бы вызвать столкновение противокупационных властей, я имею в виду. Но у нас такая практика, если кто-то хочет со своим лозунгом прийти, никто ему не препятствует. Поэтому не исключаются любые лозунги. Прошу, тут заведание. Местафа, Астралия-Нью-Зеаланд-News. Я спит over a month в Крымея talking to your people and to understand their position. And I talked to several hundred people there. And on the 29th of April, the Russian Duma passed laws against such gatherings that was seen on the weekend when you tried to enter Крымея. Are you worried that these laws will be used to repress кримские татар in Crimea? Репрессии, конечно, не исключаются в любом случае. Потому что, как известно, крымские татары это основной очаг сопротивления оккупационному режиму. Что касается законов Российской Федерации насчет этих сборов. Эти законы еще более жесткие, они существовали при советской власти. Но это не останавливало крымских татар, они проводили свои демонстрации. Потом, правда, были аресты, суды, лагеря. Видимо, мы возвращаемся к советскому периоду. Прошу, коллеги, че хтось мое еще запитание? Так, прошу. Мустафалка, скажите, пожалуйста, в связи с последними событиями многим членам Меджлиса поступают угрозы. Вам лично участились ли какие-то угрозы? Усилена ли ваша охрана? В Украине мне ничего не грозит, особенно в Киеве. Ну и, кроме того, служба безопасности тоже отслеживает, насколько я понял. Когда мы ехали из Киева в Крым, мы замечали, что определенное сопровождение службы безопасности тоже насчет возможных по пути, скажем, провокаций со стороны пророссийских сил. Но ничего подобного не было. у меня уже в Херсоне, а там тоже проживает около Херсонской области где-то около 10 тысяч крымских татар. Уже там встретила колонна крымских татар с флагами. Ну, есть такие хулиганские звонки. Мы засекли это. Идут звонки примерно с региона Одесс, Донецкой и Луганской областей. Больше каких давлений не было. Прошу тут западания. С Богом. Телеканал ICTV такой вопрос. Скажите, вы говорите о том, что уже сейчас начинается какое-то давление на бизнес, на крымских татар. Вы могли бы подробнее, хотя бы в нескольких словах подробнее объяснить, в чем это заключается или в принципе пока россияне ведут себя мирно по отношению к крымским татарам? Мне вчера звонили из Семферополя, из Судака, Старого Крыма, из Феодосии, еще нескольких мест. Говорили о том, что приходили к ним сотрудники ФСБ, говорили, что они знают о том, что он ездил встречать бывшего лидера нелегального Меджлиса, за это предусматривается такая мера наказания, что он незаконно переходил границу и предупреждали о том, что говорили статье, что она предусматривает. Пытались некоторых склонить к тому, что уже, дескать, российская власть, надо с российской властью жить нормально, иначе будет то-то, то-то. Например, в Судаке там Исмаил есть у нас такой соотечественник, тут ему сразу резко что-то ответил, убирайтесь отсюда, я не признаю ваших законов, это территория Украины, и тогда началась там проверка его бизнеса с тем, чтобы перекрыть ему, так сказать, источники существования. То же самое во многих местах вот такое проводится. Ну, предупреждает о том, что как минимум у них штрафы начинаются от 10 тысяч рублей, а это в том экономическом положении, которое находится в Крымске датария, тоже не очень маленькая сумма, ну и разумеется, дальше у них то, что предусмотрено вот этими кодексами, довольно суровое наказание. скажите, скажите, насколько серьезно может быть погроза закрыть, ликвидировать Меджлис? як вице сприймаете? Меджлис? закрыть, то есть они могут здание, скажем, отпечатать, забрать, но Меджлис, конечно, свою деятельность не прекратит при любых обстоятельствах. Могут, скажем, арестовать лидеров, то тогда немедленно будут избираться другие лидеры. А все говорили о том, много было рассуждений о том, каково будет поведение власти в отношении крымских татар, которые, как известно, не собираются мириться с оккупацией. Сейчас идет такая усиленная работа по вербовке из числа крымских татар себе сторонников. Это у них как-то не удается. Потом они привозят из Казани казанских татар. И там, знаете, главные казанские татарин, он вице-премьер автономии. Некто есть Эмир Галиев. Его отец тоже там занимает какую-то должность. Одним словом, из числа крымских татар рекрутировать в достаточном количестве не удается. Но, тем не менее, вот эта работа по расколу продолжается. И она будет продолжаться. Собственно, она велась уже в течение многих лет. И причем последние годы, начиная с 2010-го, года, она параллельно велась. И режимом Януковича... Если, скажем, закроют везде офисы, то это тоже опять будет как при советской власти. Тогда, правда, Меджлиса не было. Были инициативные группы. Они существовали во всех местах проживания крымских татар. Поэтому местные отделения Меджлиса будут продолжать свою деятельность только в подпольном или полуподпольном режиме. Мастер-Меджлиса что происходит дальше с ними там? И что происходит с цифрой? Или продолжается отъезд какой-то кремских татар из Крыма сейчас? Ну, точных данных нет. По сообщению представителя Управления Верховного Комиссариата ООН по делам беженцев, это уже, по-моему, недели полторы назад, он говорил примерно о пяти тысячах крымских татар, которые переселились преимущественно в западной области Украины. Ну, например, в Виннице говорили о пятьсот, в Львовской области где-то полутора тысячи крымских татар, в Херсонской области. Вообще-то, мы бы считали целесообразным, чтобы они концентрировались в Херсонской области, это близко к Крыму, и при улучшении ситуации они могли бы быстрее вернуться к себе на родину. Положение наших соотечественников первое время было, в общем-то, неплохо, у них были какие-то свои сбережения, и власти, в общем-то, приняли их очень довольно тепло, но поскольку на государственном уровне какой-либо серьезной поддержки не оказывается, то ситуация начала усложняться. В том числе в самом Киеве тоже. главная проблема это проблема жилья, устройства на работу, с устройством на работу еще как-то там вроде бы благожелательно относятся к ним, пытаются принять, а с жильем очень трудно. Поэтому мы будем, наверное, разрабатывать какие-то программы посредством Верховного Комиссариата по делам беженцев для привлечения средств международных структур и решения этих проблем. Прошу, коллеги, есть еще запитание? Ну, вообще-то у нас существует такой лозунг ни в коем случае ни при каких обстоятельствах не покидать Крым. Но люди опасаются за свои семьи, если сами возвращаются, но семьи, детей, жен, родители оставляют за пределами Крыма на случай возможных событий. Прошу. Информационная агенция Промкома. Зараз в Киеве много говорится про можливое створение Крымского культурного центра или просто центра Крыма. Чи есть конкретика о том, что дать створение такого центра, где он будет создан? Спасибо. Этот вопрос мы вообще будировали задолго до этих событий, много лет тому назад. Мы добивались здесь недалеко хотя бы от центра или где-то ну не совсем на окраине города, чтобы хотя бы выделили хоть старое какое-то здание или земельный участок, чтобы мы могли построить там достойный культурный центр. Но пока это не удается, мы надеемся, что с избранием нового Нарокеева мы этого добьемся и хотим действительно построить здесь хороший центр, крымско-татарский культурный центр. Он, как вы сказали, этот центр может быть сейчас уже не только крымско-татарским, но и объединяющим всех жителей Крыма. Мустафа Ага, в крымских школах уже начали изучать российский гимн. Скажите, пожалуйста, ощущается ли какое-то давление на детей в школьных и дошкольных учреждениях из числа крымских татар? И какова ситуация в крымско-татарских школах? В крымско-татарских школах всем преподавателям сказали, что они должны принять российское гражданство или они будут уволены. Есть, ну, вообще-то общая позиция Меджлиса такая, что поскольку ставится так острый вопрос и люди должны как-то существовать, устраиваться на работу, то особого такого запрета, скажем, получать российские паспорта нет. Но в том же время четко мы говорим о том, что ни в коем случае никто не должен подавать заявление об отказе от украинского гражданства. Ибо тот закон, который мы приняли в Верховной Раде, закон об оккупированных территориях, считает, что если человек не написал заявление об отказе от украинского гражданства, но получил паспорт другой страны, это не влечет за собой лишение его украинского гражданства. Поэтому речь идет о том, что люди могут взять эти паспорта, как при оккупационном режиме, при нацистах, использовать как аусвайсы, для того, чтобы там решать какие-то свои бытовые проблемы. Есть люди, которые ни при каких обстоятельствах не хотят брать российский паспорт, и, соответственно, они, видимо, будут уволены. Это очень больно ударит по нашим школам. Там большинство преподавателей такие национально сознательные люди, патриоты Украины. Если они не будут паспорта, то, видимо, школы могут, если не закрыться, то, по крайней мере, потерять свое значение как национальной школы. Что касается гимнов, пока вот такого распевания по-моему, нет. Но когда вот это начнется, у родителей детей, наверное, это вызовет реакцию. Могут просто наши дети, наверное, покидать тот момент, когда они будут эти песни петь. Но в целом в школах сигналы поступают из многих мест, не только в крымск-катарских. В крымск-катарских школах это еще более нормально, там в основном дети крымских татар, но вот таких русскоязычных школах, где обучаются крымские татары, дети крымских татар, а это более 90% детей крымских татар вынуждены учиться в русских школах, потому что национальных школ катастрофически мало, всего 15 школ. Но там уже уровень взаимоотношений между детьми довольно напряженный. Очень часто такие случаи, оскорбления в адрес крымских татар, что они продажные, что они против русских. Дети говорят, дети есть дети, но видимо они повторяют то, что слышат от своих родителей. Мустафага, скажи, пожалуйста, в продолжение вашего выступа перед Генеральной Ассамблеей в ООН и вашего общения с дипломатичными колами, есть ли ощущение, что есть еще что-то на дипломатичном уровне, что вы можете сделать, что может сделать украинская влада, чтобы безопаснее почувались крымские татары под окупацией, или дипломатичные методы вычерпаны и ничего не можно допомогать? В Совете Безопасности ООН мы в основном говорили не столько о проблемах римских татар, хотя это, конечно, было, так сказать, на переднем плане. Я говорил о развитии событий в Крыму именно с точки зрения представителей коренного народа Крыма. Мы в целом говорили о перспективах вот той ситуации, которая сложилась. Я высказывал опасения, что Крым может оказаться разменной монетой, что про Крым могут забыть в обмен на то, что Россия не будет продвигаться дальше материковую часть Украины. Этот такой же разговор был у меня и в Брюсселе, где собирались послы 28 стран НАТО во главе с генеральным секретарем. Ну и в НАТО и в Совете Безопасности заверяли, что никогда ни при каких обстоятельствах проблема Крыма не будет снята с повестки и будут предприниматься достаточно эффективные меры, чтобы до последнего квадратного метра занятого российскими войсками было освобождено. Вот в таком плане был разговор. Продолжение следует... Дякую 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 за ваш брак сегодня у нас. Дякую. 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 Дякую.